Всем прекрасного начала дня! Это Утро Калмыкии, с вами я, Амулан Гурупшурова. Каждый человек обладает своим уникальным методом быстрого пробуждения. Для одних это чашка крепкого кофе или стакан свежевыжатого сока с утра. Для других – бодрящая музыка или улыбка близкого человека. Однако есть один секрет, благодаря которому любой человек может чувствовать себя намного лучше. Речь идет о зарядке, ведь польза утренней зарядки невероятно велика. Многие девушки и мужчины считают, что ее вполне можно заменить активным образом жизни и домашней работой. Однако это не совсем верное осуждение. Когда мы выполняем повседневную работу, постоянно задействованы одни и те же группы мышц. А вот во время утренней зарядки нагружены все группы мышц. Присоединяемся! Добрый день! Меня зовут Татьяна Нестеренко. Я фитнес-тренер, специализируюсь на силовых тренировках. И сегодня хочу показать тренировку на ягодицы и ножки, которые можно выполнять при варикозе. Итак, первое упражнение у нас будет ягодичный мост. Можно использовать резиночку для усиления сопротивления, для большей прокачки ягодиц и ног. Или можно использовать утяжелители, гантели. Мы ложимся на спинку, стопы на ширине плеч, руки лежат вдоль корпуса. Если мы положили какое-то утяжеление на себя, то придерживаем руками. И на выдохе мы начинаем поднимать таз вверх, подкручивая немножко таз на выдохе. Прожали, на секундочку задержали и опускаем, не до конца не касаясь пола. Выдох, вдох. Здесь мы должны акцент делать на пяточке. Не отрываем пятки. Угол ног 90 градусов во время подниму таза. Итак, следующее упражнение будет разведение ног, лежа на спине. Хорошо прорабатывает внутреннюю часть ног. Ножки подняли, выпрямили, носочек вытянули вверх. И на выдохе мы разводим ножки и сводим, сопротивляясь. Следующее упражнение – отведение ноги в сторону. Мы встаем на четвереньки. Можно одеть утяжелители на ножки, можно положить гантелю. Можно также использовать фитнес-резинку. Встали, спина прямая, кисти у нас под плечом. И мы на выдохе начинаем отводить ножку вверх, колено поднимаем до параллели с полом. Выдох, вернули, сделали вдох. Выдох, вдох. Здесь очень важно не прогнуть спинку и не округлять поясницу. На одну ножку сделали, поменяли. И выполняем на другую. То же самое. Поднимаем повыше. Животики втянуты, мышцы живота у нас напряжены. Спинка прямая. Не округляем поясницу. И не прогибаем ее. Следующее упражнение. Мах ногой вверх. Мы ножку не выпрямляем. Поднимаем ее, не выпрямляем. Пяточкой давим в потолок. Носочек смотрит вниз. Выдох, вдох. Выдох, выдох, вдох. Здесь тоже держим спинку прямой. Животик в напряжении. Кому тяжело стоять на прямых руках, можно опуститься на локти. Сделали на одну ножку. Переложили груз на другую. И повторили то же самое, только с другой ногой. Этот комплекс упражнений очень хорошо проработает ваши ножки, ягодицы. Сделает их подтянутыми, при этом не навредит здоровью ваших ног. Со мной сегодня была помощница Геляна. Спасибо. Всем желаю отличного настроения и хорошего дня. Пока-пока. Доброе утро, дорогие телезрители. Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии». С вами я, Мулан Гурупшурова. Сегодня мое утро началось в компании организаторов проекта «Утэ Дун. Песня длиною жизнь». Байрдой Тастаевой и Эрвеной Аргаевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Проект недавно завершился. Расскажите вашу основную идею данного проекта. Идея проекта зародилась у Эрвены Аргаевой. Причем уже очень давно. Она носила эту идею и мечтала создать подобный курс. Но никак не доходило до этой руки, то времени не хватало. И только как-то мы собрались вместе, стали обсуждать наши проекты, что бы можно было сделать. И она поделилась со мной, стала рассказывать о том, что у нее есть такая идея. Я говорю, замечательно. Вообще очень классная идея. И в принципе можно было бы это организовать. Но нужно было собрать команду. Команду – это, понятное дело, организаторов, тех людей, кто может помогать, администраторов. Мы обсудили. И в принципе после того, как обсудили все вот эти технические вопросы, Эрвена уже взяла борозды в свои руки. Уже после того, как организовали кассинг, уже собрали сам курс. Ну, дальше Эрвена расскажет. Эрвена, вашу идею. Ну, в первую очередь я хотела бы поблагодарить Байрту Борисову Натастаеву за то, что это первый и единственный человек, наверное, который меня поддержал с моей идеей. И я, в принципе, для себя никого не видела, кроме вот работать только с ней. Почему? Потому что я знаю, какой она ответственный человек. И, как сказать, и мы с ней уже давно дружим, общаемся. И знаю, как она поддерживает многих артистов. И поэтому, благодаря ей, мы вот создали вот такой проект. Ну, идея у меня была давно. Почему? Потому что я, как артистка, вижу, что вот именно этот жанр уту-дун, он на грани вот исчезновения. Так как, ну и, к сожалению, и наш язык тоже. И поэтому вот я решила возродить этот жанр. И решила показать нашему народу, что всё возможно. И каждый человек, каждый калмык может исполнить протяжную песню. Почему? Потому что раньше и спокон веков это у нас в крови. Я не так давно вернулась в республику и до безумия соскучилась по малой родине. И проект позволил мне соприкоснуться со своим внутренним я, к своему внутреннему я, приблизиться именно к своим истокам. Генетическая память, конечно, подсказывает, что это моё. Именно возвращение к истокам является элементом гармоничности каждой личности. Поэтому проект колоссальный, он нужен каждому человеку, будь то это мужчина или женщина, потому что без культуры нет народа. Вообще, ну, это такая немножко даже комичная история получилась. Когда мы планировали этот проект, я говорю, ну, примерно 10 человек будут участвовать в кастинге, ой, не в кастинге, а в самом проекте. 10 человек – это очень комфортная такая группа, с которой будет ирвей некомфортно работать. И мы даже распределили, сколько дней в неделю, во сколько, ну, чтобы для того, чтобы этот проект упаковать. И когда стали поступать звонки на записи на кастинг, насчиталось около 50 человек. Я говорю, ну, так как я уже очень много проводила подобных проектов и там, допустим, каких-то курсов, я уже на своём личном опыте знаю, как это происходит. Записывается, допустим, 100 человек, приходит 20. Ну, примерно так, да? А сам курс проходит, ну, если из 100 человек, то там вообще 5 человек, если пройдёт этот курс, это будет супер, да? В итоге из 100 человек 5 человек доходят до финала. И в моём понимании было так, ну, 50 человек записался. Я говорю, ну, отлично, на кастинг придёт 20. Из этих 20 мы выберем 10. Ну, и нормально всё будет. Из этих 50 человек приходит 40. 40 с чем-то, 43, что ли, было, я уже не помню. Я говорю, ну, не может быть. Людей так много было. Я ещё вообще была в шоке от того, что столько людей, вот практически всех, кто записался на кастинг, они и пришли. Мы схватились за голову, потому что из 40 выбрать 10, нам надо было 10 же выбрать. И Ревена говорит, ну, что поделать, придётся выбирать 20. Потому что я ей сказал, на кастинг придёт 20 человек. Из 20 ты выберешь 10. Тогда была бы, ну, легче задача. А тут из 40 надо было 10 выбрать. Это просто нереально. Она говорит, ну, как я вот эту женщину не возьму? Как я и эту же, и ту хочется, и эту? В итоге... Почти все. Да, в итоге мы выбрали 20 человек. Я говорю, я, честно говоря, не выбирала. И Ревена сама выбирала, потому что я в этом вообще не с мыслью. И поэтому всё на неё, ну, как бы положилось. Положилось на неё, и она сама выбирала. И эти 20 человек были, ну, те люди, которые она поняла, насколько они слышат, ну, слух какой у них там, насколько они там талантливы. Вот. Но при этом я опять ей говорю, так как у меня большой опыт, я же такая вся крутая, я всё знаю, да? Я говорю, до финала у тебя дойдёт 5-10 человек, хорошо, если будет. Ну, 2 из 20, потому что вот на моём пути реально так было. Сколько я проводила курсы, всегда записала 10 человек, к концу курса остаётся там 2-3 человек, хорошо. Да, ну, если вот почему-то так вот. Люди, ну, или устают от этих курсов, или куда-то пропадают, или что-то с ними случается, но их меньше бывает. И я и Ревене говорю, ну, вся, сейчас, говорю, вот у тебя 20 записалось, в итоге, говорю, у тебя 10 дойдёт до финала, ну, в принципе, нормально. Ну, я говорю, через 2 месяца, через 2 недели где-то начнётся уже отсеяв, потому что у меня опыт такой же большой. Через 2 недели я у неё спрашиваю, что отсеиваются? Ни одного. Никто не... Она говорит, мало того, ко мне ещё до сих пор звонят, хотят ещё записаться. Я говорю, вы что, с ума сойти, что ты там делаешь с ними? Говорит, почему они от тебя не уходят? Она говорит, не знаю. Я потом пришла, мы пришли снимать здесь видео, и я у девочек спрашиваю, почему вы не уходите? Ну, вот, ну, рассказала всю эту историю. Я говорю, просто пост моей статистики, это уже сколько было такое, что на курсы приходят, а в итоге, ну, не доходят до конца, ну, как бы они понимают, что я не хочу их выгонять, а просто мне самой интересно. Они говорят, потому что здесь создалась такая атмосфера, вот семейности, что мы не можем уйти, потому что мы друг друга чувствуем какую-то родственную связь, и мы даже скучаем по этим курсам, потому что вот когда мы уходим, нам такое ощущение, как будто мы все сёстры, вот какое-то братство, или как сестринство, да, образовалось, где собрались женщины с одинаковой энергетикой, с одинаковой какими-то историями, у кого-то там какие-то дни рождения, ну, просто реально получился клуб по интересам, и этот интерес, именно любовь к пению и желанием выучить калмыцкий язык и желанием петь на калмыцком, и это объединило этих женщин, и они стали, вот теперь, это стал некий действительно большой клуб, и сейчас курс закончился, мало того, они не хотят останавливаться, они хотят дальше продолжить этот курс, ну, не этот, дальше, да, ну, уже у Ирвены такие мысли сделать курс ещё добровых письм, они прям с удовольствием хотят ещё дальше продолжать. Проект длился два с половиной месяца, это было увлекательно, несмотря на плотную загруженность на работе, в любом случае я приезжала каждый вечер, несмотря на то, что силы меня уже покидали к концу рабочего дня, но после каждого урока каждый человек мне даст соврать, что получал колоссальную энергию, и просто поразительные эмоции. Более того, мы все тут сдружились, у нас большое сообщество из 20 человек, и мы до сих пор общаемся вне работы, вне проекта. Допустим, если человек пришёл, протяжную песню довольно-таки сложно петь, во-первых, во-вторых, калмыцкий язык не всем даётся, как мы знаем, влияет ли произношение языка на качество песни, качество исполнения её? Да, влияет, но мы ломали язык. Я прям им говорила, допустим, не сяхан, допустим, поют асяяхан. Ну вот все вот эти слова, чтобы они чётко проговаривали. Самое главное в Утудуне – это смысл песни и вот именно слова. Почему? Потому что вот именно эта же история, каждая песня – это история, прожитая нашими предками. И поэтому это очень было как бы сложновато с языком. Но, тем не менее, они спели все без акцента, все, каждое слово прям мы чеканили, и каждый звук, вот эти все мелизмы, вот всё вот. Раньше даже, когда дедушки, бабушки пели, мы даже показали вот с Байертою Борисовны. Почему? Потому что вот именно сидя пели они, вот как в старину. У нас никто стоя, в принципе, не пел. Я считаю, что каждый справился с этим. И вот они все сидели сидя и пели, вот именно как вот раньше, в старину. Преподавала все техники, так сказать, у нас Эрвена Семёновна, и вокалу, и техники Утудун, упражнениям дыхательным специальным. Мне интересно было всегда в какой-то творческом направлении как-то себя развивать, получать навыки новые. В отчётном концерте мы представили несколько песен протяжных Утудун. Каждому дали возможность показать себя, то, чему он научился за время проведения этого проекта, этих курсов по протяжной песне. У нас была такая задача, чтобы для людей донести, чтобы раскрыть и показать вот эти все секреты. В первую очередь, я думаю, что нужно петь душой, сердцем и ушами. И, конечно же, нужно знать, о чём ты поёшь. Это в первую очередь. Нужно знать, о чём поёшь. Нужно каждое слово через себя пропустить. Всё пропустить, принести через себя. И, конечно же, вы знаете, вот когда поёшь Утудун, удивительно меняется энергетика человека, меняется внутреннее состояние души человека. и он уже начинает на какие-то вещи смотреть совсем по-другому. И он как-то изнутри раскрывается, начинает гореть. Вот какой-то огонёк зажигается. И тогда он чувствует свою уникальность. Вот с каждым разом, с каждым нашим занятием, каждый человек, они менялись на глазах. И они каждый раз, приходя на занятия, они говорили про свои ощущения. Каждый по-своему воспринимал. Вот у нас даже были люди, участники наши, которые мы вот разучиваем эту песню, они начинают плакать. Представляете? И они не могут остановиться. Почему они не могут сказать? Потом приходят, или, например, я им даю слова учить, они дома приходят, начинают здесь петь, и вот что-то с ними происходило, я не могу объяснить. Вот что-то, какое-то вот волшебство с ними происходило, потому что они говорят, когда мы начали вот именно петь, когда мы вот именно прониклись вот душой вот в эту песню, тогда вот какое-то вот, не знаю, что-то такое вот с каждым человеком, с каждым человеком происходило. И вы знаете, я верю, я поверила тому, что я верю каждому участнику, я верила в них. Почему? Потому что я вот именно свою душу вложила в них, и вы знаете, вот две женщины, Кермен и Марианна, они приезжали два раза в неделю с Аганамана, и они не пропускали занятия, а вот мы сделали из-за них среда-четверг, потому что я хотела сделать вторник, там, пятницу, ну, когда люди свободны, после работы там в субботу сделать. они говорят, вы знаете, вот нам жить негде, мы приезжаем... А я говорю, а вы откуда? Они говорят, мы приезжаем с Аганамана, сделайте, пожалуйста, два дня подряд. Я говорю, а потому что вот, ну, утром они приезжают в среду, у нас в один час утром занятия, там, у знакомых остаются, в четверг утром приходят, и в час подъезжают сюда такси, они уезжают. Ну, это очень дорогого стоит, то, что вот люди, не пропуская, ездили каждую неделю, вот так два раза в неделю, только, чтобы вот посетить курс. И они говорят, мы прям с радостью, вот все какие-то дела у них, что там происходит там. Ну, они говорят, как вот среда у нас начинается, как будто мы окрыли, ну, вот крылья появились у нас, да, и мы прям летим, вот с Аганамана, мы прям летим и поем, и заходят, они сюда поют. Потому что вот как с их слова, они говорят, когда мы сюда заходим, на нашу студию, они забывают о всех своих проблемах, они забывают обо всем, они начинают работать над своим дыханием, вот, и раскрываются, наверное, их вот эти чакры все, и начинают петь с удовольствием. Потому что они знают смысл этих песен, они знают слова, они знают, о чем они поют, они прониклись полностью вот в эту песню. Пришла научиться именно технике, исполнение именно вот этой старинной техники. До этого я не пела совершенно, ну, как пела, как дома там что-то, да, когда... Как любитель. Да, 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 как любитель, и мне всегда очень нравилось петь. И когда я увидела, что у нас будет работать такой именно проект, я пришла на кастинг. Вы сразу же решились подать заявку? Не сразу. Ну, все-таки приняла это решение и пришла. Кастинг был такой многочисленный, очень много людей было, я очень волновалась. Ну, в итоге прошла кастинг и получила обучение. Я очень благодарна создателям этого проекта за этот шанс, потому что это уникальная возможность. И я очень рада, что этот шанс предоставился мне. Мне нравилось, как проходило обучение. С нами, с каждым работали индивидуально практически, каждому по способностям, развивали именно наши личные качества, таланты, у кого что есть. До этого я вообще даже не представляла, что я, например, могу такие звуки издавать, красивые. Как надо правильно это делать. Благодаря Ирвине Семеновне я этому научилась и очень рада. И проект, он, ну, не просто я научилась петь, например, да, там, или что-то, дыхательные техники, но и морально очень подросла, что ли. Где-то вот эти вот скрытые, вот такие-то эмоции. Разработали. Да, вот это всё я научилась быть собой, скажем так. Ну, мне кажется, каждый человек, когда хотя бы раз слышал такую протяжную песню, задумывался о чём-то своём, также мог проникнуться этой песней. А вот по завершению проекта, был ли какой-то концерт, показ, вот прослушивание песен? У нас, знаете, завершился проект только отчётным концертом, но до конца ещё проект не завершился, потому что у нас будет вот документальный фильм, вот Баирта Борисовна сейчас расскажет, мы вот хотим людей, всех своих участников собрать и вот в степи сварить махан, хальмакця, юраль и прям сделать такой вот, ну как, гол, да, да. И вот спеть прям Утудун в степи наедине с природой. И как раз мы хотели замерить Утудун, сколько километров слышно. Раньше, как говорилось, да, Ирвена, ты больше рассказывала. Песни вот измеряли расстояние Утудун. И действительно этот проект ещё не завершился, ну мы думаем, что может быть во второй половине, где-то так примерно мы уже закончим этот, имеется в виду со съёмкой и смонтируем. Сейчас уже монтаж идёт потихоньку отснятого материала. Концерт прошёл великолепно. Пришло где-то примерно, ну я так не помню, не считала прям каждого человека, ну примерно на где-то человек 70, наверное, было. Но стульев не хватало, да, и из-за этого люди сидели на полу. Вот туристы приехали, хотели посмотреть, и даже Ирвен, помнишь, подходила женщина, она плакала. Она приехала с Ростова, ну не калмычка это, совершенно посторонний человек. Они приехали просто туристы и на фестиваль тюльпанов попали и услышали вот этот идон в исполнении вот всей группы. И просто женщина не могла сдержать слёз. Она рыдала, стояла. Талант, он, как сказать, дан природой, но я хочу делиться с людьми, чтобы они тоже могли для себя, хотя бы для себя просто петь. Не напевать, а именно вот петь. А кто его знает, может быть, вот многим, даже вот девушка Мариана, которая приезжала к Саганаманам, она говорит, вы вообще изменили мою судьбу. Почему? Потому что я должна была ехать в Москву. Но я для себя решила, что если она закончила РУДН, она сказала, если я не пройду кастинг, я уеду в Москву. Если я пройду кастинг и буду ходить на УТ и ДУН, то я останусь в республике. Найду работу и буду здесь работать. Это радует, что хотя бы судьба одного человека уже так кардинально поменялась. Благодарю Эрвена, благодарю Байерта за нашу приятную беседу. Сейчас у вас есть возможность пожелать и нашим телезрителям всего самого доброго, зарядить своей энергией и позитивом. А я, в свою очередь, от имени телезрителей, желаю вам успехов в дальнейшей работе над проектом. Я желаю людям, которые имеют у себя в сердце, в душе что-то изменить в свою жизнь, может быть, в жизни своих близких, не бояться этих перемен и в первую очередь не только думать и мечтать, но и действовать. Найдервена, вам слава. Я желаю нашим землякам, конечно же, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и быть терпимее друг к другу. Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. Праздник берет свое начало еще в 17 веке, а именно в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович распорядился установить в Москве круглосуточные пожарные дозоры. Представители этих бригад занимались не только непосредственной борьбой с огнем, но и предотвращением чрезвычайных происшествий, соблюдением принятых тогда норм пожарной безопасности. В День пожарной охраны мы говорим спасибо тем, кто отвечает за быстрое реагирование и первыми приходит по вызову 01 или 112 и порой жертвует своими жизнями ради спасения людей. Согласно статистическим данным, в России в среднем в год погибает около 30 сотрудников пожарной охраны, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Друзья, это все на сегодня. Желаю вам яркого и позитивного настроения на целый день. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова